Доброго времени суток, уважаемые любители шахмат! В этом видео мы с вами коснемся такой достаточно популярной темы, как изучение Эншпиля. Как изучать окончание? Этот вопрос часто звучит на стримах, задается в комментариях под видео. Задают его также мои ученики на занятиях, поэтому я решил собраться, поработать с материалом и выдать его вам. Прежде всего нужно понимать, что изучение окончаний делится на две стадии. Первая это освоение точных позиций, то есть позиций с малым числом фигур и пешек, которые явно определены с точки зрения результата и сильнейшей последовательности ходов, как за белых, так и за черных. Это мы с вами изучаем по шахматным учебникам, по книгам, посвященных теории Эншпиля и так далее. И вторая стадия это практическое изучение окончаний, то есть можно сказать освоение Эншпильной техники. Это мы, конечно, с вами получаем, играя партии, которые доходят до окончания, то есть приобретаем опыт практической игры и рассматривая примеры действий в окончаниях сильнейших шахматистов прошлого и современности. Но мы с вами касаться второй темы не будем, то есть мы сугубо ограничимся изучением теории Эншпиля, то есть точных позиций. И тут, конечно, есть разные подходы. Кто-то считает, что достаточно просто проштудировать какой-то один учебник по Эншпилю, но я с этим категорически не согласен. Потому что и моя практика, и практика моих учеников показывает, что чисто изучение какой-то определенной книги или даже нескольких книг при освоении точных позиций этого явно недостаточно. Какой метод применяю я? Конечно, я его попытаюсь сейчас изложить на примере одной из известных позиций с теорией ладейных окончаний. Ну а вы можете его применять, принимать, можете критиковать. Конечно, для этого и созданы вот эти видео, для того, чтобы мы с вами в дискуссии дошли до истины. Но истина пока моя выглядит таким образом. Мы с вами будем рассматривать довольно известную позицию в ладейных окончаниях с единственной пешкой сильнейшей стороны, которая дошла до шестой горизонтали. Я думаю, что большинству любителей шахмат эта позиция известна. Но при этом, я думаю, более искушенным шахматистам также известно, что эта позиция не такая простая. Может показаться на первый взгляд, это не позиция Фелидора, это не построение мостика. Эта позиция, в принципе, опирается на эти простейшие позиции ладейных окончаний. Но в то же время дает в себе немало подвохов. И порой даже сильнейшие шахматисты, они здесь ошибались. Поэтому мы в первой части этого видео с вами рассмотрим теорию этого окончания. Итак, при ходе черных эта позиция нечейна. Стоит отметить, что при подготовке вот этой теоретической части я пользовался тремя книгами, тремя очень неплохими учебниками по ладейному Эншпилю. Прежде всего, это теория ладейных окончаний Левинфиша и Смыслова. Третье издание 1986 года. Далее, это книга Панченко. Теория и практика шахматных окончаний 2006. И того же года издание 2006. Это, конечно, культовая книга, что касается Эншпиля. На русском языке, наверное, лучший учебник. Хотя разные шахматисты придерживаются разных мнений. Это, конечно же, учебник Эншпиля Марка Дворецкого. Конечно, есть ряд зарубежных изданий на английском языке по ладейным окончаниям. Но, по моему мнению, вот эти три книги – это флагманы как раз для изучения ладейных Эншпилей. Ну, конечно, можно вспомнить еще книгу Юрия Авербаха из серии «Шахматное окончание». Но все-таки та книга, она больше носит характер энциклопедический. И можно ей пользоваться как справочником. Ну, конечно, с той поправкой, что там есть определенные неточности и даже ошибки, связанные с тем, что тогда еще не было этих пресловутых баз Налимова. И с математической точностью выверить все вот эти Эншпильные варианты Авербах просто физически не мог. Но вот эти три книги, то есть «Левенфиш. Смыслов», «Панченко» и «Дворецкий», почему их три, почему я не ограничился, скажем, одной книгой Марка Дворецкого? Дело в том, что при изучении точных позиций очень важно рассмотреть максимальное количество различных вариантов, которые обычно даются в разных книгах. То есть, редко бывает так, что в одной книге даны все возможные варианты развития событий, и поэтому желательно проработать как можно больше литературы, даже старой литературы относительно, да, вот как книга «Левенфиш» и «Смыслова», для того, чтобы полностью изучить рассматриваемую позицию. Итак, вот в этой части мы с вами рассматриваем теорию этого окончания, ближе к предмету. В этой позиции мы должны понимать, что пешка, вот эта пешка, центральная пешка Е, делит доску на две части, на две, можно сказать, стороны. Это длинная сторона и короткая. Теория ладейных окончаний говорит нам о том, что на короткой стороне нужно располагать своего короля, как здесь он расположен у черных, ну, а на длинной стороне нужно располагать ладью, потому что ладья – фигура дальнобойная, и как раз нужно использовать это ее свойство. Причем надо понимать, что длинная сторона, она является таковой в том случае, если ладья расположена относительно пешки на расстоянии не менее трех вертикалей. То есть, если бы ладья стояла, скажем, на Б2, то это формально была бы, конечно, длинная сторона, но в то же время она бы не являлась таковой, потому что между ладьей и пешкой всего две вертикали. А так, как раз это длинная сторона. Итак, в этой позиции черные достигают ничьей, но путь к этой ничьей тернист и непрост. Итак, в этой позиции ладья А7, шах. Главная задача черных, путеводная звезда, их не дать белым получить так называемую позицию Лусены. То есть, позицию, когда пешка белых уже стоит на седьмой горизонтали. Та позиция уже выиграна, мы тут, конечно, не будем приводить позицию Лусены. Я думаю, что вы легко сможете ее найти в любой из этих трех книг, которые я приводил. Ну и что же в этой позиции делать белым? Если белые отходят королем на Е8, то черные начинают агрессивно охотиться на пешку. Король Ф6 нападает, ладья Е1, ладья Е7, шах. И тут мы понимаем, что следующим ходом черные просто забирают эту пешку, достигая простой ничьей. Еще варианты. Король Д8 тоже надо рассмотреть. Король Ф6, Е7, и вот здесь уже небольшая загвоздочка. Дело в том, что если побить вот сейчас вот эту пешку на Е7, то просто ладья теряется. Ну это, конечно, простые очень истины, но тем не менее, для полноты картины я это все показываю. Поэтому на ход Е7 у нас есть просто шахи, 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 бесконечные шахи, после чего мы видим, что привязывается ладья к пешке. Опять же, в этой ситуации, если король пойдет на Д6, то пешку брать нельзя ввиду ладья Ф1, поэтому снова шах и так далее. То есть, король Е8, король Д8, это король Ф6 и простая ничья. Если пойти король Д6, то здесь есть у черных три хода, которые ведут к ничьей. Ну вот сразу же, забегая наперед, и здесь мы с вами говорим о том, что при изучении точных позиций нужно стремиться к определенности. Вот если вам пишут в книге, что есть три возможности, пять, десять возможностей, которые ведут к ничьей, лучше изучить одну из них, крепко ее запомнить и применять в своей практике. Почему? Потому что вот такая раздвоенность, расстроенность и так далее, она приводит лишь к каше в голове, и вы можете в критический момент, в очень важной партии, забыть, какая именно возможность здесь ведет к ничьей. Ну вот тут ход есть ладья А6, можно продолжать давать шахи. Вот в этой позиции можно пойти король Ф6, цепляясь к пешке. Ну дальше что? Е7, ладья А6, король Д7, ладья А7, король Д8. Ну эту позицию, в принципе, мы с вами уже понимаем. То есть бить на Е7 нельзя, ввиду того же ладья Ф1, и ладья выигрывается. Ну а если продолжать давать шахи, то это как бы ничья. То есть можно, в принципе, выбрать вот этот путь. Король Ф6 на ход король Д6, но мне нравится больше король Ф8. Смысл в том, чтобы просто перейти к атаке короля с тыла. То есть ладья Ф1, дальше король Е8, ладья А1. И вот как раз тот момент, когда можно дать шах, и мата не будет на А8, и перейти как раз к атаке с тыла. То есть на король Ф6, король Д6 будет шах, и дальше мы это все с вами знаем по позиции Фелидора. Поэтому король Ф8 на ход король Д6 в этой ситуации. Что дальше? Белым, конечно, тогда надо играть ладья Д7. Если уж не эти три хода, король Е8, король Д8, король Д6, то ладья Д7. И здесь очень важный момент, что черным нужно все-таки препятствовать ходу король Е8. То есть черным надо занимать восьмую горизонталь. В подавляющем числе случаев, вот в этой позиции нужно играть именно ладья А8, не давая пойти король Е8 со вскрытым шахом. Оказывается, что здесь грубейшей ошибкой является ход ладья А6. Давайте посмотрим. Король Е8. Это вскрытый шах, поэтому черный играет король Ф6, далее Е7. И вот в этой позиции мы понимаем, что стоит королю белых пойти на Ф8, как будет уже позиция выиграна. Но кажется, что король Е6 можно пойти. Но нет. Король Ф8. И здесь оказывается, что белые как раз выигрывают за счет того, что нет, конечно, взятия на Д7 из-за Е8 ферзь шах. И самое важное, нет шаха ладьей по линии Ф, потому что король как раз сейчас, наш король перекрыл вот эту шестую горизонталь. Поэтому ход ладья А6, вот в этой ситуации, мы запомним, это грубая очень ошибка. Дальше мы ее с вами встретим при рассмотрении практических примеров. Но как же нужно ходить? Оказывается, в этой ситуации черная ладья может отступить не только на А8, что мы будем считать основным вариантом, но и на А5, А4, А3, А2, вплоть до поля А1. Например, если пойти ладья А1, то тогда король Е8 шах, король Ф6, Е7, король Е6, и на короле Ф8 находится как раз вот этот шах ладья Ф1. После отхода на Е8 следует возвращение, и это у нас получается ничья. Но все-таки мы с вами будем запоминать однозначно, что в такой позиции мы отходим ладьей на А8, препятствуя ходу король Е8. И вот это очень важное положение, здесь белые могут пытаться нас запутать. Мы должны на каждый ход белых определить правильную реакцию черных. Если пойти король Д6, скрытый шах, то здесь есть разные ходы. Можно пойти и король Ж6, это будет ничья, и король Ф8 тоже не выпускает ничьей из рук. Но король Ф6 более точный ход. Почему? Потому что мы сразу создаем угрозу шаха на А6 и отъема вот этой пешки на Е6. Что делают здесь белые? Они дают шах, король Ж6, ладья Ф1, и кажется, что эта позиция выиграна. Потому что король черных отсечен, вот сейчас уже пешка двинется вперед, но на самом деле, те шахматисты, которые твердо усвоили, что такое длинная сторона в ладейных окончаниях, они понимают, что здесь простая ничья. Потому что как раз между ладьей, именно вот этой вертикалью, на которой находится ладья, и вертикалью, на которой находится вот эта пешка, расположены три вертикали, которые дают возможность этой ладье преследовать короля белых. Вот мы просто даем шахи, посмотрите. Он не может от пешки оторваться, потому что ход король Б7 или король Б5 ведет по дереве пешки, король Д5 и так далее. Вот это как раз наша длинная сторона. Опять же, если бы ладья была у нас расположена на линии Б, то этого всего бы не было. Белые бы подошли к ладье, выиграли бы темп за счет нападения на нее, двинули бы пешку Е вперед и победили бы. Но, конечно, не в этом случае. Это ход король Д6. То есть на король Д6 запоминаем король Ф6. Тут есть парочка очень хитрых выжидательных ходов. Давайте мы их рассмотрим. Ладья Б7. В этой ситуации черным нужно тоже четко понимать, как они делают ничью. Давайте посмотрим, как они ничью явно не делают. То есть вот можно сыграть король Ж8 и это проигрывает. Почему? Потому что тогда мы просто переходим к позиции с пассивной защитой со стороны черных по восьмой линии и с центральной пешкой. Что, как известно, выиграно. Король Ф6, ладья Ф8, ладья Ф7. Ну и в этой позиции, если бить, то это пешечное окончание. Вот это положение известное очень. Оно при ходе белых. Поэтому здесь белые выигрывают. Ну а если пойти ладья А8 обратно, то как раз вот мы с помощью шаха проверочного смотрим, куда же идет здесь король. На этот ход, конечно, вот эта комбинированная атака ладьи и пешки очень известная. Белые выигрывают. Ну а король Х8, просто мы его отрезаем по линии Ж, и здесь белые постепенно побеждают. То есть в итоге это позиция Лусе получается. С отрезанным королем у черных. То есть белые могут выиграть вот по такой схеме. Построить просто мостик. Как угодно. Поэтому король Ж8 вот в этой ситуации ходить нельзя. Выделю красным этот ход. Как же здесь нужно ходить? В этой ситуации мы можем ходить, например, ладья А1. То есть пойти ладья А1, король Д7, ладья А8, Е7, король Ф7. То есть вот такая позиция мы тоже запоминаем. Это позиция ничейная, потому что черные держат контроль над пунктом Е8, урожают зайти ладьё сюда, с идеей забрать пешку. Но лично мне вот в этой ситуации, вот в этой позиции при ходе черных на ход ладья Б7 больше нравится ход король Ж6. Почему? Потому что в этой позиции у нас просто вот идея король Ж6, король Ж7. Что он будет дальше делать? Он выходит королем из-под пешки. Мы сюда. Но что будет в случае ладья Ф7 и ладья Ф1, мы понимаем. Атака короля с флангой, ладьёй. А если пойти Е7, король Ф7, король Д7, получается в принципе та же позиция, что и в предыдущем варианте. Но нужно еще подробнее чуть остановиться на ней, потому что тут есть один подводный камень. Ладья Е8, играют черные, король Д6, куда отступать ладьёй? Нужно отступать ладьёй. Что же делать? Надо ходить ладья А8. Ну это естественный, конечно, ход, повторение позиции. Но почему нельзя играть ладья А8? А потому что следует Е8 ферзь, двойной шаг, и на сквозном шаге выигрывается ладья. Это очень легко зевнуть, вот когда вы играете там 70-80 ход, и вам нужно четко держать ничью, вы можете отойти ладью на А8 очень быстро, и быстро также партию проиграть. Поэтому запоминаем, что такой вот ресурс здесь есть ладья А8. Это просто ничья. Идем дальше. В этой позиции мы ладья Б7 уже рассмотрели. То есть ладья Б7 посмотрели, король Д6 посмотрели. Есть еще хитрый ход ладья Д6. Очень интересный момент. Что же здесь делать? И вот дворецкий нам дает очень четкое указание. Черные обязаны держать ладью на восьмой горизонтали, чтобы не допустить хода король Е8. Ну в принципе мы это уже знаем, ладья на восьмой линии здесь и стоит. Но здесь проблема в чем? В том, что черным нужно сделать ход, который не ухудшает их позицию. Если пойти ладья Б8, то неожиданно вот эта длинная сторона становится короткой. Посмотрите, ладья Д8, ладья Б7, король Д6, шаг, король Д7 и все. Позиция выиграна. Почему? Потому что на ход ладья Б7, а как еще препятствовать движению пешки Е? Ну можно было конечно король Ф6 пойти, но мы понимаем, что здесь можно ладья Ф8 сыграть, а потом двинуть вперед пешку Е. Так вот, если пойти в этой позиции король Д7 и ладья Б7, то тогда мы играем вот так, как раз нападая на ладью. Тут мы видим, что шага уже по 6 горизонтали то нет, и практически на любой ход просто выигрываем. Например, если пойти ладья А7, то мы играем ладья Д7. Размениваться ладьи, пешечный выигран. Если отойти ладьей, ну скажем, куда-то вот сюда, то просто Е7. И эта позиция, она выиграна, потому что просто пешка пройдет вперед. Вот так. Значит, что же тогда делать на ладья Д6? Если пойти ладья А1 в этой позиции, то тогда король Е8. Мы помним как раз рекомендацию Дурецкого, что ладью на 8 линии надо держать. Король Ф6 и пешка идет вперед с шахом. Если король Е5, то ладья Б6. Вот такое горизонтальное отрезание, оно уже любительное для черных. Но если король Ж7 пойти, то король Д7, выходим, король Е6, ладья А8, ладья Д8, ладья А6, король Д5. И тут мы снова видим, что белый король вот так, по такой лесенке подбегает к этой ладье. А вот эта система, пешка плюс ладья, выделена желтым, это система самодостаточная. Потому что на нее напасть никак не получится. Пешка грозит пойти на Е8. И позиция здесь в черных проиграна. Так как же в случае хода король Д6 играть здесь? Оказывается, единственный ход король Ж6. И вот это надо запомнить твердо. И мы дальше будем видеть, что один из сильнейших шахматистов в современности этого или не знал, или забыл это. Король Ж6. Это ничья. Поэтому возвращаемся обратно на ход ладья Д8. Видите, не так так все просто. Сколько времени проходит, прежде чем эти все варианты мы с вами рассмотрим. Но тем не менее, их надо рассмотреть, потратить время, а потом уже уверенно ими пользоваться. Ладья А7 шах, дальше король Д6 и ладья А6. Если пойти в этой ситуации король Ф6, да, но тут в принципе грозило ладья Д7, поэтому с 7 линии надо одну из фигур убирать. То тогда ладья Ф8, король Ж7, Е7, ладья А6, король Ц5. И мы с вами тоже понимаем, что здесь уже выигран. Ну, ладья А6, далее, король Е5, ладья А5, единственный ход. Ладья А5 единственный. Почему? Потому что на 7 линию нельзя будет ладья Д7, на 8 не станем. Ход королем, конечно, бесцельный, потому что последует Е7, поэтому ладья А5. Что делать белым? Если король Д6, ладья А6, ладья Д5, и мы обратно отходим именно на 8 линию. Не на 7, потому что шах, а на 8. Если Е7, король Ф7. Очень важный момент. Ладья Д8. Может показаться, что белая выигрывает, но ладья А5. И дальше будет вечное преследование этого короля. В принципе, не сильно-то и вечное. На ладья Д5 мы разменяемся, заберем пешку. Если защитить пешку, то мы даем снова шах. На любой отход короля, скажем, на 5 линию мы бьем пешку, на такой ход мы эту пешку форсировано просто выигрываем. Но ладья Д7, шах, и последний вот здесь вот момент, в котором можно ошибиться. Если сыграть король Ф8, король Ф6, пассивная защита по 8 при центральной пешке проигрывает. Поэтому мы, конечно, здесь играем король Ж6. И получается у нас ничья. Но опять же, если пойти король Д6 в этой ситуации, что мы можем сделать? Можем просто сыграть король Ф6. Если он ладья Ф7, ладья Ф1, атака ладьей с длинной стороны. Ну и так далее. Если он, например, сыграет вот так, что? Я думаю, можно просто королем сюда пойти. Ничего страшного нет. Опять же, на такой ход мы даем шах ладьей по 6 линии. Поэтому вот это ничья, нужно твердо это все усвоить. Итак, мы с вами рассмотрели это окончание с помощью трех книг. Основа, конечно, это была книга Марка Дворецкого, учебника Эншпеля. Но я тут использовал еще и варианты из книг Панченко и Ленфиша Смыслова. Ну, надо еще сказать, что вот эта позиция у Панченко, вот эта стартовая позиция, да, с которой мы начали, она называется позицией Тараша. Ну, вот я не знаю, где-то не встречал больше нигде, но вот почему-то позиция Тараша и все. Что дальше делать? Что-то мы изучили, да, вроде мы уверены в себе, мы полны вот этих знаний, а дальше надо изучить по возможности практически окончания, которые встретились вот в этом Эншпеле. И мы, конечно, с вами обратимся к двум очень известным примерам, как раз классиков шахмат разных времен, в которых они не справлялись с этим окончанием и допускали ошибки. Причем довольно поучительные, и это как раз вторая часть нашего видео, изучения шахматного наследия именно в данном Эншпеле. Итак, мы с вами сейчас рассмотрим одно из самых знаменитых окончаний, в которых было допущено очень много ошибок. Это окончание, взятое с книгой трагикомедии в Эншпеле того же Марка Дворецкого. Ну, фактически, это у него вот два тома, посвященных Эншпелю. Первый учебник Эншпеля, второй трагикомедии. Тоже довольно интересная книга. Ну, и что же здесь у нас с вами? Это Хосе Раулько Пабланко, чемпион мира, 1929 год, Гастингс. И он играет здесь белыми с Верой Менчик, первой чемпионкой мира по шахматам среди женщин. Одна из самых знаменитых комедий ошибок случилась в следующем окончании, пишет Марк Дворецкий. Ну, в принципе, мы получаем ту же позицию, что только что рассматривали, с той лишь разницей, что пешка у нас слоновая, а не королевская. И в этой позиции Вера Менчик, ведя защиту, сыграла ладья А6. Мы с вами понимаем, что положение ладьи слабейшей стороны по шестой линии очень опасно. Как раз из-за того, что можно выйти королем из-под пешки с шахом, пешка двинется вперед. Но здесь ничью держала ладья Б8. То есть, быстро, сразу же нужно было занимать ладьей восьмую горизонталь. Причем мы заметим, что несмотря на то, что ладья не максимально удалена от пешки, то есть, она здесь стоит на вертикали Б, а не на вертикали А, все-таки это длинная сторона, потому что между ладьей, то есть вертикален, который стоит ладья Б, и вертикален, пешка Ф, есть как раз вот эти три вертикали, то есть, условие длинной стороны сохраняется. Но вот ладья А6, это ошибка, которая резко меняет результат этой партии. То есть, до этого была ничья, теперь уже вроде как белые должны выиграть. Но Капабланка не пользуется возможностью выиграть, играет ладья Д7. То есть, видимо, ХСР у Капабланка тоже был не особо в ладах с теорией вот этого окончания. Выигрывал король Ф8, посмотрите. Дальше пешка становится на седьмую линию, и мы понимаем с вами, что вот этого как раз черным допускать не нужно было. Ну, черные пытаются здесь как-то все-таки отбиться, но нет. Шах, король Х7, и здесь просто ладья Ф6. Сильнейший ход. Идея в чем? В том, что король просто выходит из-под пешки, и дальше эта пешка просто двигается вперед. То есть, например, мы даем шах, король вышел, мы снова даем шах, король вышел, и все. То есть, это тоже самодостаточная система. Пешка движется вперед, как бы вы здесь не старались. Но Капабланка здесь играет ладья Д7. Далее следует ход ладья А8. Все-таки Вера Менчик здесь понимает, что нужно держаться по восьмой линии, чтобы король не вышел на Ф8. Ладья Е7, и ладья А6. То есть, здесь создается впечатление, что вроде бы ничья. Вера Менчик считает, что Капабланка не видит плана выигрыша, и повторяет уже ошибку. Ничью здесь давала ладья Б8. То есть, в принципе, здесь можно маневрировать ладью и по восьмой горизонтали, не опасаясь как раз сбиться с длинной стороны. Можно было, конечно, в этой позиции Кроль А6 пойти. Это тот метод, который мы применяли вот в этой ситуации, выжидающий ход, как раз для того, чтобы не изменить положение ладьи. Но после хода Ладья А6, наконец, Кроль Ф8 шаг, Кроль Ж6, Ф7, и в этой позиции Ладья А8. Мы с вами понимаем, что в случае хода Кроль Ф6 последовал бы Кроль Ж8, и вот эта ладья как раз расположена на шестой горизонтали, неудачна. Поэтому, Вера Менчик, заметив это, играет Ладья А8, Ладья Е8, Ладья А7, Ладья Е6, Кроль Ж7, и в этой позиции за шаг до цели Капабланка снова ошибается ходом Кроль Е8. Тут нужно было играть Ладья Е1. Или же, опять же, вот эта Ладья Ф6, которую мы с вами рассмотрели. Ну, вариант с Ладья Е1 тоже довольно интересен. Давайте посмотрим. На Кроль Ж6, Кроль Ж8, и тут понятно, на взятие следует Ладья Ж1, выигрывается. Ну, а если пойти Ладья А8, то тогда Кроль Е7, и просто мы здесь вот так закрываемся от шага, Ладья Е8, и все. Ну, а потом, когда он дает нам эти шаги, мы просто по вот такому вот зигзагу уходим от преследования Ладьи. Опять же, вот эта система у нас самодостаточная. Ну, опять же, здесь был выигрыш после Ладья Е1 или Ладья Ф6. Но Кроль Е8, Ладья А8, Кроль Е7, и в этой позиции Кроль Ж7 приводила к ничьей. Но черные сыграли Ладья А7. Это последняя ошибка в этой партии. И после хода Кроль Ф6 Вераменщик сдалась. Почему? Потому что просто здесь угрожает Ф8 ферзь, а на ход Ладья А8 последует Ладья Е8. И Е8, то есть Ф8 ферзь здесь уже неотвратима. Вот такая комедия ошибок, но она показывает, что, видите, даже очень сильные шахматисты, правда, вот начало 20-го столетия, они не были в ладах вот этой теории данного окончания. А теперь мы с вами посмотрим более свежий пример на эту тему, который показывает, что и современные супергрессмейстеры тоже иногда имеют проколы в своем шахматном эншпильном образовании. Итак, у нас тут в центре внимания герои наших дней. Это Ливон Аронян, игравший белыми, и Магнус Калсен. Бело было на мемориале Таля в 2006 году. Возникла вот такая интересная позиция, она ничейная. И здесь Магнус Калсен играет черными до поры до времени. Действует отлично. Он играет Ладья Д1 шах, Король Е6, Ладья Е1. Калсен понимает, что Ладью здесь проще всего держать сзади проходной пешки. Короля можно выдвинуть на короткую сторону и не нервничать. Но здесь Белый играет Ладья Ф7. Нужно сказать, что Ладья А8 хоть ничего не давал. Король Ж7, Ладья Е8. И тут идея Белых понятна. Король Д7, Ладья защитила как раз пешку, для этого пошла на Е8 и Е6. Поэтому можно теперь уже перейти Ладьей на длинную сторону. Мы видим, что Ладья Белых покинула как раз линию А, поэтому Ладья Черных на длинной стороне. И это получается ничья. Но Ладья Ф7 здесь сыграл Ливон Аронян, Король Е8, Ладья А7 угрожает мат. Ну и понятно, в этой ситуации нужно отходить на короткую сторону. Грубейшей ошибкой было бы Король Д8, потому что расположение Короля на С7 после Ладья А8, Ладья Е8 тут не дает черным ничьей, потому что Король будет на длинной стороне, а Ладье нужно будет переходить на короткую. Поэтому Король Ф8. Тут Магнус Калсон молодец. Ладья А8, Король Ж7, Ладья Д8, и наконец здесь Калсон играет Ладья А1. Дворицкий пишет о том, что здесь не было нужды перестраиваться на новую стойку, то есть Ладья Е2 можно было пока играть, а на Ладья Е8 уже переходить как раз к вот этой вот позиции, которую мы с вами рассмотрели. В дальнейшем белые смогут продвинуть пешку на шестую горизонталь, получится именно то, что мы с вами уже детально проработали. Но Ладья А1 сыграл Калсон, пока не выпуская ничьей. Король Е7, Ладья А5, Е6, Ладья А7, Ладья Д7, Ладья А8. Тут все тоже идеально, потому что Калсон помнит, Ладью нужно держать на восьмой линии. Ладья Д6 и точно вот такая же позиция у нас с вами стояла в теоретической части, то есть в первой части этого видео. Ну и здесь Магнус Калсон то ли под влиянием цепь нота, то ли он что-то забыл, то ли перепутал, не сыграл Король Ж6. Это единственный ход, который дает ничью. А дал шаг, импульсивный дал шаг. И Король Е8, и здесь Калсон сдался, почему? Потому что угрожает Ладья Д7, если пойти Ладья А8, то Ладья Д8 и уже нет защиты от хода Е7. Поэтому вот такая вот печаль, то есть единственным ходом в этой позиции будущий чемпион мира просто испортил отлично проведенную партию и ничейную позицию превратил в проигранную. Очень интересный комментарий в своей книге трагикомедии Веншпилля дает как раз Марк Дворецкий к этому примеру. Как прокомментировать случившееся? Вывод кажется очевидным. Молодой и исключительно талантливый норвежский игросмейстер не знаком с основами теории окончаний никогда Эйншпиллем не занимался. Однако на следующий день после партии я беседовал с тренером Магнуса Калсона игросмейстером Питером Хайнен Нильсеном. Он заверил меня, что Магнус изучал Эйншпильные книги. А значит напрашивающееся объяснение не годится. Дело вовсе не в отсутствии элементарных познаний. На самом деле этот эпизод побуждает нас задуматься о несовпадении между теорией и практическими навыками необходимости тренироваться в применении своих знаний на практике. Этот замечательный комментарий великого знатока Эйншпиля Марка Дворецкого в свое время побудил меня заняться практической проверкой своих теоретических навыков в различных видах окончаний. И я выработал такой метод. Это как раз третья часть нашего видео. Это наигрывание теоретических окончаний с компьютерной программой. Для тренировки мы с вами будем использовать площадку ЛИЧЕС и встроенный туда движок Stockfish. Для этого нужно скопировать теоретическую позицию. Заходим здесь ЧСБ главное и копировать позицию. Позиция скопирована в буфер. Вот мы с вами на сайте ЛИЧЕС. Заходим теперь в инструменты редактор доски и вот здесь нужно загрузить позицию. Для этого заходим сюда загрузить позицию. Просто вставляем ну и это у нас формат FEN нотация Foresight AdWords окей вот она наша позиция в принципе можно вручную выставить ну а теперь что мы должны сделать мы должны здесь установить ход черный как раз продолжить с этой позиции конечно вы можете поиграть с другом но компьютеру конечно я доверяю больше почему потому что он не ошибается то есть мы здесь сыграем с компьютером компьютер самого высокого восьмого уровня играем за черных так играем за черных и так ну поехали сейчас ход черных пробуем что нужно делать в этой ситуации ладья а7 так мы помним что ладья а7 это ход правильный вот он защитился теперь мы поняли что нужно ладью отходить на восьмую линию то есть мы отходим в восьмую линию вот так вот а вот он стоит видите а вот у нас было там несколько ходов выжидательных ладья b7 ладья d6 на король d6 было король f6 ну а на ладья d6 вы помните помните как магнус каусен сыграл в этой позиции он по-моему ждал шаг и дальше был просто ход король e8 вот в этом положении то есть нужно просто ходить король g6 это единственный ход так ладья c6 вот смотрите при наигрывании позиций с компьютером он может найти какой-то вариант который мы не рассматривали как раз в книге то есть смысл вот этого разыгрывания наигрывания в том что он нас научит таким образом ну хорошо ладья c6 мы не смотрели что делать если мы пойдем ладья b8 то длинная сторона станет короткой значит я думаю что нужно просто стоять королем так он ладья c7 зашел на седьмую что дальше можно сделать я думаю тоже можно стоять королем то есть именно король g6 так он думает так ладья c6 хорошо ладно значит он не видит пути к выигрышу видимо эта стойка ему не пригодилась ага а теперь он ходит вот так теперь очень интересный момент что же делать нам давать нам шаг или нет если мы пойдем король g6 то он будет давать еще шаг вот с g2 то есть в том идея заезда ладьи но я думаю ладья a7 можно пойти ладья a7 если он сыграет король e8 то я пойду король f6 да я думаю можно ладья a7 так думает соперник отошел королем теперь что же делать можно я думаю дать шаг еще один или может быть король f6 пойти в этой позиции если пойду король f6 он может дать шаг отойдет а потом e7 нет пешку на седьмую линию нельзя пускать так что же делать тогда значит наверное все таки здесь нужно ходить ладья a6 ладья a6 и смотреть что же он будет делать дальше так думает защитился ладьей на седьмую нельзя тогда будет ладья c7 на восьмую можно если он e7 то я король f7 на восьмую надо так ага дал шаг что делать если пойти король f8 это мы прижимаемся к восьмой линии как-то не хочется король f6 король f6 наверное нужно король f6 если он e7 и король f7 нет король f6 надо ходить так так он сюда теперь очень важный момент что же делать здесь может быть просто пойти король g7 на e7 король f7 такой позиции мы с вами не видели вот опять же в этом смысл наигрывания что-то новенькое то что может ваш соперник вам предложить во время какой-то партии очень важный король g7 король g7 ну наверное можно король g7 король g7 а если он сыграет ладья c7 мы дадим шаг он сюда король f6 нет вроде можно король g7 так снова он пришел по-моему такое уже было а ну-ка король g6 попробуем вроде бы как король g6 можно ну что-то новенькое он должен придумать так ладья d7 но это было уже король g7 это уже стояло у нас так ладья b7 вот раньше он пробовал ладья d6 а теперь ладья b7 давайте вспоминать что на ладья b7 на ладья b7 там кажется были разные варианты то есть можно было пойти король g6 и какие-то другие ходы тоже то есть сейчас уже идет обобщение то есть на ладья b7 или ладья d6 можно король g6 так наверное можно я так насколько помню то буду ходить король g6 что он хочет придумать стоит на месте ну позиция трижды еще не повторилась да видимо так ну было такое уже подождите а вот позиция да ладья b8 нельзя ходить так хорошо а если он стоп а мне на секунду показалось что ладья d8 выигрывала нет нет ладья d8 ладья a7 и на король e8 король f6 все правильно так тут такой ход да но мы опять король g7 стоим то есть он пока ничего тут не демонстрирует может король d7 сейчас выйдет нет стоит на месте ну что такое как-то неинтересно уже становится что он нет ну так ладья c6 но ладья c6 тоже так можно но уже должен как-то пешку двигать пытаться король d6 что ли так шаг снова сюда да ну там он на c2 ходил теперь на c1 пошел так снова шаг на восьмую е7 теперь может нет опять сюда что ты будешь делать если снова шаг дать теперь он королем сюда пошел что делать теперь теперь если я снова дам шаг он пойдет ладьей сюда мы сюда нет можно можно давать ладья c7 ладья a8 да ладья a8 ладья c8 ага теперь он хочет шахом пешку продвинуть так король f6 е7 король f7 по-моему такое тоже было уже король f6 поплотнее к пешке е7 а сюда так 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 вот тут то можно и ошибиться да что он хочет может быть король g7 е7 сюда король g7 можно король d6 да я думаю так можно пойти назад отошел но снова шаг ну подождите а если я шаг он ладья c7 и обратно ну да было такое же так теперь опять на восьмую если он сюда или просто шаг дать шаг дать можно опять же так опять на восьмую ну е7 уже где-то должен ходить или он 50 ходов будет меня мучить король f6 теперь сюда ну король f6 сюда сюда ну вроде можно да так а двинул пешку вот двинул пешку теперь мне нужно ходить королем сюда что он тут придумает о смотрите вот такой интересный ход такого у нас книги тоже не было он хочет чтобы я взял ладью и поставить ферзя но я не буду брать ладью а что мне делать если я ладья e8 то он ладья f6 если я ладья b8 так ладья b8 то вроде как на короткой стороне но в то же время я могу попробовать потом ладья b7 пойти да ладья b8 вроде можно ладья h8 кажется опасным но наверное тоже можно ладья h8 я думаю ладья h8 тоже можно ладья b8 король c7 ладья e8 нет попробую ладья b8 так хорошо ты меня не обманешь так теперь мы помним да вот эта позиция нужно ходить ладья e8 ладья h8 ну можно ладья h8 но на ход ладья e8 король d6 ладья h8 нельзя ладья e8 надо ходить король d6 да и вот этот как раз момент который мы рассматриваем ладья h8 e8 ферзь король e8 ладья b8 значит мы ходим вот сюда тоже нас не обманет соперник так хорошо может быть обратно сюда да немножко ситуация изменилась да так ладья d7 ладья a8 а не дает да но я тоже самое главное на h8 не ходить и на g8 на g8 так на g8 может и можно но зачем так сюда ага нет а теперь уже ничья явная я просто его отрезаю по шестой вот так так вот так я его отрезаю вот так я его отрезаю по шестой а потом просто захожу и ем могу я сейчас ладья e6 пойти ой ой ладья e6 это же ловушка смотрите если я пойду ладья e6 он e8 двойной шаг а потом ладью мою съест нет нельзя ходить ладья e6 видите так ладья 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 ну что ладья можно просто король e8 просто сыграть или ладья h6 я думаю просто король e8 я пойду и тут ничего у него просто нет я его отрезаю по шестой линии а теперь вот даю шаг и забираю пешку ну нет он еще будет тут меня мучить ничего себе да это видео побьет все рекорды по продолжительности конечно тут тоже можно проиграть при проиграть при определенном желании но у меня такого желания нет ну ничья ну что ты будешь делать шаг давайте сюда ну можно пошире тоже играть обязательно прижимать ладью к королю да есть ничья вот смотрите как интересно получилось 67 ходов но 2-3 интересных очень позиции мы здесь заметили я сдал экзамен на отлично то есть здесь я удержал эту позицию таким образом резюмируя это видео мы с вами разделяем изучение точных эншпильных позиций на 3 стадии первое это изучение их по учебникам именно самой сути эншпильных позиций различных вариантов и так далее при этом нужно как можно больше проработать учебников для того чтобы разобрать эти варианты досконально желательно конечно при этом задействовать еще компьютерную программу для проверки вот этих вариантов возможно компьютер нам подбросит какие-то новые идеи второй этап это изучение практических окончаний то есть те окончания которые были сыграны на эту тему это снова книги из которых мы можем найти эту информацию с помощью тех же компьютерных программ с базами данных по фильтру мы можем отсортировать по как раз разделу материал найти ладейное окончание с одной пешкой именно вот такого типа позиции и поанализировать их ну и третье это конечно защита вот этих окончаний если идет речь о ничейных эншпилях или же реализация преимущества против самого сильного компьютера то есть разыграв вот это окончание несколько раз со стокфишем вы сможете быть уверенными в том что если это окончание случится у вас партии то вы сможете эту позицию отстоять и даже самый изобретательный человек который против вас играет не сможет вас поставить в тупик каким-то своим неожиданным ходом пишите свои комментарии что вы думаете по поводу вот этого метода изучения эншпильных позиций может быть у вас есть какой-то свой метод поделитесь им обязательно не забывайте ставить лайки если это видео вам понравилось подписывайтесь на канал шахпаты для всех спасибо большое за внимание до свидания неожиданным ходом